До Нового года остается совсем мало времени, пора составлять новогоднее меню и покупать продукты. Но как сделать это правильно и без потерь? Прямо сейчас мы попробуем разобраться. Определяться, что поставить на стол, надо и тем, кто собирается отметить Новый год в ресторане и кто хочет организовать праздник дома. Главное продумать все так, чтобы новогодняя ночь не превратилась в бомбу замедленного действия. Я, например, рекомендую среднецемноморскую систему питания. То есть пусть это будут полезные жиры, сыры, орехи, рыба, любая абсолютно. Акцент на салатах, чтобы они были не высокоуглеводные, а наоборот низкоуглеводные, то есть больше свежих овощей, заправленных тем же нерафинированным маслом, соком лимона, сверху орешки, пожалуйста, различные специи, чтобы они достаточно быстро усваивались и не перегружали ваш организм в сочетании с другими блюдами. Эльвина Осанова Новый год предпочитает отмечать дома большой и дружной семьей. К выбору продуктов и блюд всегда подходит основательно. Готовим всегда очень много, потому что семья большая и нужно угодить всем, и взрослым, и себе, и детям. И это все приготовлено идет в холодильник и доедаем в течение трех дней праздничных. Возможно, поэтому многие домашним посиделкам предпочитают кафе или рестораны. Плюсы есть. Не нужно весь день проводить на кухне и ломать голову, как составить меню без вреда для организма и потери для холодильника. У нас есть определенные шаблоны для составления банкета, то есть примерно на человека что нужно. И отдельное банкетное меню. То есть мы уже примерно знаем, если это девушки, то они там больше за рыбу, чем за мясо, потому что мясо тяжело там у них усваивается, и они сейчас все фитнесом занимаются. Если это компания мужиков, то, соответственно, мы им делаем большую тарелку там мясную. Обычно хочется угодить всем, и столы ломятся от изобилия и разнообразия блюд. От переедания спасает расчет объема порции на одного человека. Гости очень активно едят в первые 15-20 минут застолья. В среднем 50-60 граммов салата или другой закуски достаточно для одного человека. Помимо салатов на столе должны быть нарезки. Это мясная или колбасная. Не более трех видов из расчета 40 граммов каждого вида на человека. Далее идут сыры. Два вида по 20-25 граммов. Овощи и фрукты 50 граммов для каждого. Будет достаточно. Дальше идет рыба. Это может быть красная рыба, так и белая. Из расчета 40 граммов на одного. Горячие блюда. Достаточно, чтобы их было два, например, рыба и утка. Выбираем два любых и определяем по 70 граммов. Десерт подается уже исходя из ваших предпочтений. Если вы знаете, что гости любят сладкое, приготовьте торт. Если не любят, то это ни к чему. Обычно про торт вспоминают только когда уходят домой. А не завернете ли мне с собой? Так что, исходя из такого меню, к десерту уже многие не переходят вовсе. Антонина Шитова, Алексей Семенов. Утро нового дня.